Сегодня у нас третье занятие. И сегодня у нас выступает наш ректор университета, рабочий корреспондент, Виктор Иванович Галко. Вот насчет вас тут я из дискуссии так понял, что еще можно сомневаться, если что вы и прочитали, так усвоили ли. Вот Виктор Иванович Ленин прочитал всего. И он является кандидатом экономических наук и крупным специалистом в области политической экономии. Более того, как ректор он уже имеет большой стаж и уже научился, так сказать, отвечать понятно на вопросы, так что я тоже всегда понимаю, когда он объясняет. Поэтому я удовольствием предоставляю ему слово, он сделает доклад на тему. Закон народа населения и его проявления в современной России. И сам закон народа населения впервые появился в первом томе «Капитала Маркса в конце». И это, так сказать, непростая вещь, а о ней, в общем, редко приходится слышать. Так что это очень редкая лекция. Закон народа населения и проявления в современной России. Прошу любить и ралуть. Микрофончик, пожалуйста. Так, добрый вечер. Значит, тема озвучена. То есть речь пойдет об экономическом законе народа населения. Ну, сразу сходу надо сказать, что, так сказать, закон, что такое закон. Есть классическое определение или понятие закона, данное Гегелем в науке и логике. Закон – это спокойное явление. То есть вот есть мир изменчивых, изменяющихся явлений, а то, что спокойное – это есть закон явления. Ну, самый простой пример, который вы неоднократно слышали и вам приводили – это течение реки. Все, наверное, были, видели неоднократно, тысячу раз. Вот, сидели на берегу реки, вот идет течение реки. И на поверхности всегда какие-то волны, буруны, водовороты. Бывает обратное течение. А если окунуться туда внутрь, там спокойное и плавное течение в одну сторону. Вот это закон явления. Это первое. Второе. Экономические законы образуют систему экономических законов, где центральное место, точнее даже не центральное место, а, скажем, фундамент, это система экономических законов, образует основной экономический закон. Все остальные законы являются производными. Можно так сказать, что основной экономический закон способа производства, он содержит в себе, скажем еще, в неразвернутом, неразвитом виде все более конкретные экономические законы. И наоборот, любой производный закон является развертыванием этого основного экономического закона. Поэтому, вот Михаил Васильевич здесь уже опередил меня, сказал, что Марс исследует закон народонаселения в первом томе капитала, там, ближе к концу, конкретно в 23 главе. Конечно, я бы мог процитировать это определение, но, наверное, это будет неправильно. То есть наша задача все-таки проследить, вывести, во-первых, этот закон и указать на место, которое занимает закон народонаселения в системе экономических законов капитализма. Вот первая, как бы, вступительная часть. Ну, а начинаем мы тогда, вкратце вот пройдем, то есть закон народонаселения, Марс исследует, и выявляет, и, так сказать, дает понятие, определение. В первом томе капитала, в 23 главе. Но начинается, как известно, капитал с товара, стоимости, и с закона стоимости. Это основной экономический закон капитализма. И затем до 23 главы Марс расследует развертывание системы категорий, экономических категорий капитализма, и основного экономического закона, более конкретной, производной. Ну, если, так сказать, галопом, что называется, по Европам, что в процессе исследований стоимости, исследований денег, противоречий всеобщей формулы капитала, выявляется прибавочная стоимость, соответственно, законы производства прибавочной стоимости. Прошу не путать ни с неким надуманным законом прибавочной стоимости, который, так сказать, в учебниках политической экономии советского периода объявлялся основным экономическим законом капитализма, а законы производства прибавочной стоимости. Исследуется вот это отношение, когда на основе закона стоимости, на основе закона обмена эквивалентов, когда капиталист и рабочий, рабочий продает рабочую силу капиталисту, получает замену заработную плату, на основе этого самого закона обмена эквивалентов, капиталист получает нечто большее, а именно прибавочную стоимость. И производство прибавочной стоимости – это не единичный акт, а постоянно повторяющийся процесс. И Марс дальше исследует. Процесс воспроизводства капитала. И причем, скажем, для капитализма свойственно не простое воспроизводство, как повторение его в постоянных размерах, а расширенное воспроизводство. То есть то производство, где присутствует накопление капитала. Или, иначе говоря, капитализация прибавочной стоимости. И вот здесь, в этом моменте, скажем, Марс уже выходит на отношение двух классов, основных классов капиталистического общества, класса наемных рабочих и класса капиталистов. И ставит вопрос в самом начале 23 главы. Каким образом возрастание капитала оказывает влияние на положение рабочего класса. Я должен сказать, что этот вопрос и важный, и актуальный. Вспомним хотя бы классическую работу Фридриха Энгельса «Положение рабочего класса в России». В Англии, извиняюсь. У нас действует, так сказать, группа по изучению положения рабочего класса. Вот здесь Марс, так сказать, берет этот вопрос с точки зрения развертывания системы экономических законов капитализма. Это вторая, как бы, ступить на часть. Третье, что нам понадобится для того, чтобы, так сказать, непосредственно выявить закон, определить, показать влияние его на положение рабочего класса. Это еще два момента. Первый момент. Значит, процесс воспроизводства капитала, он связан с изменениями в органическом строении капитала. Вот мы должны, так сказать, это понять. То есть в процессе производства капитала участвуют две части. С технической точки зрения. Это средства производства и рабочая сила. Отношение совокупности средств производства, ну, короче говоря, техники, которые используются в рабочем процессе производства, и рабочей силы, составляет техническое строение капитала. Стоимость средств производства, условия капитализма, обозначается буковкой С. Это общепринятое отношение. Стоимость рабочей силы, В, латинская. Соответственно, отношение С к В есть стоимостное строение капитала. Так вот, стоимостное строение капитала, который определяется его техническим строением капитала, Марс назвал органическим строением капитала. Значит, вот то определение, которое нам нужно, так сказать, усвоить, потому что без него дальше нам будет невозможно понять действия закона народонаселения, условия капитализма. Но если коротко говорить, то общая тенденция органического строения капитала – его возрастание, его постоянная тенденция к возрастанию. И связана она с общей тенденцией развития научно-технического прогресса и повышения производительности труда. То есть, проще говоря, на одного рабочего приходится все больше средств производства, соответственно, больше стоимости. Вот такой показатель есть фонда вооруженности труда, он использовался, сейчас его как-то убрали, но вы знаете, он постоянно рос. То есть, это общая тенденция. Которая подтверждается всем ходом развития капитализма во всех странах, во все времена. Это первое. Второе. Цель капиталиста, она известна, повторим еще раз. Это увеличение стоимости его капитала. Производство товаров, которые содержат в себе больше труда, чем он оплатил. То есть, содержат некий, так сказать, излишек, который для него ничего не стоит. То есть, прибавочная стоимость. И на поверхности явлений, вот отношение между капиталом, накоплением и заработной платой, оно представляется как отношение двух независимых величин. А на самом-то деле, по своей сущности, это отношение между неоплаченным трудом рабочего и оплаченным трудом рабочего. То есть, между неоплаченным и оплаченным трудом одного и того же рабочего. Это второй момент. И вот мы, в принципе, уже подошли к тому, чтобы дать определение, вывести закон народа-населения. И он звучит приблизительно так, что вместе с увеличением функционирующего капитала, его масштабов, размеров, увеличением количества используемой рабочей силы, повышением производительности ее труда. Возрастает и появляется то явление, когда усиление притяжения капиталом рабочих связано с усилением их отталкивания. Что обусловлено повышением органического строения капитала. И иначе говоря, можно сказать по-другому. Что рабочий класс или рабочее население, производит средства в ходе накопления капитала, которые делают его относительно избыточным рабочим населением. Таков свойственный капиталистическому способу производства закон народа-населения. Вот я постарался близко к тексту сформулировать то, что Маркс написал в 23 главе первого тома капитала на странице 645-646. Давайте теперь попытаемся еще раз проанализировать и с разных сторон посмотреть этот закон. Что получается? Вот накопление капитала. Цель понятна. Абсолютный закон капитализма – это возрастание производства прибавочной стоимости. Основной путь – это накопление капитала. Накопление капитала происходит в результате вот этой тенденции, когда органическое строение капитала растет постоянно. То есть, С растет быстрее, чем В. То есть, получается, что капитал растет, он притягивает к себе рабочую силу. Но в таких условиях, когда существует обратный процесс, когда эта рабочая сила выталкивается этим самым капиталом. Какие тогда получаются здесь зависимости? Ну, первое. Первый вывод, следствие из этого закона – это избыточное рабочее население становится рычагом самого капиталистического накопления. То есть, что такое избыточное рабочее население? Это те безработные, которые стоят за воротами фабрики капиталистической и готовы в любой момент сменить тех, кто в данный момент работает. То есть, вот это относительно, вот здесь важное слово, не просто избыточное население, а относительно избыточное по отношению к потребностям капитала и капиталистического накопления. То есть, вот это рабочее население образует промышленную резервную армию, которая по своей сути также принадлежит капиталу. То есть, формально и юридически – это свободные люди, у каждого паспорт в кармане, он куда хочет, туда и пойдет, или поедет. Но, по сути, поскольку он без работы, он принадлежит капиталу, как резервная армия труда. Вот как пишет Маркс, вот это рабочее население избыточное образует промышленную резервную армию, которая может располагать капитал, и она также принадлежит ему, она поставляет ему постоянный готовый человеческий материал. И дальше, чрезмерный труд вот этой занятой рабочей части населения увеличивает ряды его резервов. И, с другой стороны, вот эти увеличивающиеся число промышленной резервной армии давит на эту занятую, в любой момент готовы заменить. Ну вот, давайте некоторую статистику тогда вернемся, после, так сказать, теории. Я хотел, так сказать, первоначально, когда готовился к занятиям, так сказать, вам назвать количество рабочих у нас в стране, но потом оказалось это большой проблемой. Поэтому я вам расскажу ход своих, свое небольшое, так сказать, исследование и рассуждение. Ну, во-первых, в нашей статистике, государственной статистике, слово рабочие-то, в общем-то, исчезло. Если в статистике, скажем, советского периода рабочий, рабочий класс присутствовал, то в нынешней статистике такого понятия нет. Есть только в одном, в отдельных выборочных исследованиях. Ну, идеологический, или, так сказать, социальный смысл здесь понятен. Это затушевать классовые различия в нашей стране. Что нет в России рабочего класса, нет класса капиталистов. Есть все что угодно. Вот если вы откроете российский статистический ежегодник, или зайдете на сайт Федеральной службы государственной статистики, там много всяких таблиц, данных, много полезного, ценного. Есть разделение по возрасту, по образованию, по территориям. Почему только нет? Ну, вот разделение рабочего населения или занятых на рабочие, скажем, там, капиталисты, этого нет. Ну, в лучшем случае берут критерий по доходу. А вспомните, основной критерий разделения общества на классы. Это по месту в производстве, которое они занимают. По отношению к собственности средствам производства. И уж там второй, третий, четвертый критерий по отношению, скажем, к тому, к той доле общественных богатств, которые они располагают. То есть, по уровню доходов. А по уровню доходов, если мы будем делить, то тогда, скажем, в тот же средний класс могут попасть и часть рабочих, которые получают высокую зарплату, и часть предпринимателей. То есть, таким образом, затушевывают классовые различия. Но все-таки в одном месте удалось найти периодически, раз в год делают выборочные статистические исследования. Ну, понятно, выборочные это, сказать, есть выборочные, где удалось найти слово рабочие. Вот я взял склер за 6 лет. Сейчас скажу, что получается. То есть, есть так называемый общероссийский классификатор занятий. То есть, когда, если, скажем, работник, статистик, ученый, он опускается до самых низов, до производства, деваться некуда. Человек, который стоит за станком и непосредственным результатом труда, которого является продукт, он как хочет, не хочет, вынужден знать, рабочим. Так вот, по итогам вот этих выборочных исследований, получается, на 2013 год, 15 год еще идет, российский статистический ежегодник последний 2014 года, он дает данные по итогам 2013 года. Код России насчитывалось 28 миллионов рабочих. Причем, в графе сельское хозяйство, причем, там место слова о работе присутствуют работники. Я вот долго пытался узнать, все-таки это рабочие или работник, потому что, если работники, туда могут попасть и директора предприятий, инфинир, агрономы и так далее. Но не нашел. Поэтому, если вычесть работников сельского хозяйства, то получится 25 миллионов. Но, скорее всего, это просто опечатка, не подумали. Поэтому, давайте считать. Значит, на сегодняшний день в России насчитывается 28 миллионов рабочих. При населении 145 и 147 миллионов после присоединения Крыма. Много это или мало? В РСССР мало. Ну вот, не согласен. Для каких, для решения каких задач мало? На мировой революции. На мировой не будем замахиваться. На мировой уже. Давайте мы решим пока эти вопросы в одной отдельно взятой стране. Значит, РССР. Сталина, что ли? Что? Сталина, что ли? Ну, там есть сборничек по конференции, посвященный Сталину. Там, можете почитать, позицию предложил. Народное хозяйство СССР в 1984 году, у меня дома сохранился, 412 страница, в РССР было 46 миллионов рабочих. Казалось бы, чуть ли не там, два раза больше. Но тоже хитрость есть. Значит, в тот период в рабочие включали сотрудников МОП, это младший обслуживающий персонал, и работников охраны. Ну, вот я сомневаюсь, что, сказать, можно включать, поэтому какое-то количество, сколько-то миллионов надо брать. Ну, давайте возьмем Россию до 17-го года. Вот, я, сказать, посмотрел историю России 20-го, начала 21-го века под регацией Академии Милова. Они дают такие данные. Значит, Россия на тот период начитывалось 18-19 миллионов рабочих. Из них 4 миллиона фабрично-заводские и транспортные, 6,5 в сельском хозяйстве, я так и понимаю, это бодраки, людники, и 3 миллиона занятые в мелкой буржуазии. А я напомню классическое определение, данное Лениным, понятие диктатуры пролетариата в работе великий почин, что только определенный класс, а именно городские, вообще фабрично-заводские промышленные рабочие в состоянии руководить всей борьбой в деле свержения, строя, установления новой всей борьбе за полное уничтожение класса. То есть речь идет о фабрично-заводских промышленных рабочих. Так вот в России на момент до 2017 года их было 4 миллиона человек. и этого оказалось достаточным, чтобы совершить социалистическую революцию и построить социализм. Поэтому 28 миллионов, а я могу сказать, что только в машиностроении и металлообработке у нас 4 миллиона рабочих, я думаю, это достаточно, чтобы решать вопросы. Это вот ответ тем, кто говорит, что, скажем, либо у нас очень мало не хватает рабочих, а тенденция такая есть, действительно. Вот за 6 лет количество рабочих сократилось с 30 с половиной миллионов человек до 28. Это только говорит о том, что процесс разрушения производства в России продолжается. И вот эта цифра, которая, сказать, давно уже, сказать, многие годы висит, что объем промышленного производства в нынешней России так и не достиг уровня объема промышленного производства РФССР и составляет порядка 80%, там разные оценки. Это уже 25, четверть века. Он говорит о состоянии и тенденциях развития производства. Но в машиностроении 4 миллиона металлообработки. И это ответ тем, кто говорит, что у нас рабочего класса нет. Нет, он есть. Итак, такое количество рабочих. Занятых 75 миллионов. Из них безработных это вот та промышленная резервная армия по разным оценкам. Если считать по методологии Международной Организации Труда, то у нас насчитывается 4,1 миллиона безработных. зарегистрировать на бирже, если брать, там 1 миллион. Но мы знаем эти хитрости понятия. Но будем считать, что из 28 миллионов рабочих занятых в производстве есть промышленная резервная армия, которая давит на занятых производстве и количество 4 миллиона человек. Но здесь все занятые, не только рабочие. по методологии Международной Организации Труда в это количество входят во-первых, лица трудоспособного возраста, это раз, второе, те, которые не имеют работы и занимаются поисками работы в течение 4 недель, и третье, готовы приступить к работе в течение недели, если найдут. И понятно, это тоже выборочные исследования, которые по известным статистическим методом выходят на уровень всего народного хозяева. Формы существования относительного перенаселения, вот так оно называется, безработицы, они разные, но общая тенденция, она понятна. Да, я извиняюсь, закон народного населения, любой экономический закон, то, что я сформулировал несколькими минутами раньше, он действует как тенденция, то есть нельзя сказать, что одно такое направление, только постоянно безработица увеличивается, нет, действуют факторы, которые приостанавливают действие закона, как-то нивелируют его действия, ну, классическое исследование Марсом, закон тенденции, это в третьем томе капитала, закон тенденции, нормы прибыли понижения. Здесь то же самое, действует достаточно много факторов, и внутри страны, и, так сказать, мест страновых, которые, как-то, может быть, сдерживают, смягчая действие этого закона, но общая тенденция остается прежней. Ну, самый простой пример. Мы все прекрасно знаем, что капиталистическое производство развивается циклически, где периоды экономических подъемов, они сопровождаются периодом экономических кризисов, депрессии, оживления и так далее. Понятное дело, что, когда наступает кризис, то капиталисты выталкивают излишнюю для них численность рабочих за ворота фабрики. Когда экономический подъем идет, то обратно идет набор рабочих. Но при этом, при этом, смотрите, что получается. Ведь эта тенденция же действует. что такое экономический подъем и вот экономическое содержание. Это массовое обновление капитала при обычных условиях. А что такое массовое обновление капитала? Ну, проще говоря, когда на место старой техники приобретается и ставится новая, более производительная. А на новой более производительной, что требуется меньше рабочих. То есть, вроде бы, экономический подъем, заводы оживают, увеличивается производство, привлекается новые рабочие, но в ходе массового обновления капитала опять лишние выталкиваются. То есть, эта тенденция основная, то есть, основной закон продолжает действовать с железной логикой. Значит, формы вот этого относительного перенаселения безработицы разные, но общая, скажем, марс-капиталь называет текучая, связанная с кризисами и подъемами, застойная, скрытая, но если брать по территориям, скажем, и советское время, и сейчас особенно, у нас есть территория, где вообще огромное перенаселение относительно, скажем, на Северном Кавказе, где люди не могут, не имеют работы. Но тенденция остается прежней. То есть, что происходит по-простому? Вот рабочие взяты. Вроде как, формально 8 часов. На самом деле, если мы посмотрим, и все мы прекрасно знаем, что труится гораздо больше, это будет второй фактор основной, величина заработной платы, переработки, прочее, прочее, высосанные все соки, заворота фабрики. Либо, если экономический ризис, тоже сокращения идут, и куда тогда попадает рабочий? Ну, в какую-то более низкую категорию. Скажем, из квалифицированного рабочего, вынужден на малоквалифицированной работе. Продолжаем. Итак, в 90-м году умерло 1 миллион 656 тысяч человек от всех видов смертей. И дожили до старости, и по болезням, и от так называемых внешних причин. Это и дорожно-транспортные происшествия, и убийства, и прочее, прочее, прочее. Берем следующий 24 века почти что. Вот я суммировал по годам, разделил, на 23 года, с 90 по 2013 год. Получилось, в среднем год умирало от всех видов смертей 2 миллиона 96 тысяч человек. Значит, разность 440 тысяч. То есть, вот в итоге, что стало больше умирать при капитализме, вот, в России капиталистической по отношению к тому, что было в РСФСР. на 440 тысяч в год. 440 тысяч это областной центр приблизительно такого размера, как Тверь, Курск, Астрахань, Саратов. Да. Каждый год мы теряем, в кавычки берем, теряем. На самом деле, они погибают, умирают. Вот такое количество людей. Если брать внутрь, зайти по характеристикам, ну, скажем, по болезням. Ну, от болезней в 90-м году умерло 1 миллион 350 тысяч человек. А в России капиталистической это несмотря на то, что ведь прогресс в медицине идет, идет, 1 миллион 731 тысяча. В 2013-м году 1 миллион 488 тысяч. Казалось бы, да, вот там плохое общество, теперь хорошее. Умирают больше. По внешним причинам та же ситуация. То есть, порядок цифр, то есть, за 23 года 10 миллионов 120 тысяч человек. То есть, порядок цифр, он сопоставим с потерями года Великой Отечественной войны. Но это же мирное время, там-то была война. Вторая сторона, сколько не родилось у нас. Если в 90-м году в среднем 2 миллиона рождалось, то за эти годы полтора миллиона. То есть, каждый год не рождалось полмиллиона. Получается, где-то 11 с половиной. Значит, совокупные, то, что у нас и погибло, и не родилось, 21 миллион 600 тысяч человек. Вот я подумал, когда эти цифры посмотрел, что мы правильно, очень часто говорим об эксплуатации, о том, что капиталисты эксплуатируют рабочих, присваивают прибавочную стоимость безвозмездно. На что некоторые отвечают, ну и что, магазины полны. Виктор Аркадьевич на прошлом занятии тоже верно подметил эту тенденцию, эту позицию. Но, в самом-то деле, если рассматривать развитие экономических законов капитализма, скажем, законы производства прибавочной стоимости, это только один из этапов. Они к чему приводят-то? Они приводят к закону народного населения и всеобщему закону капиталистического накопления. То есть, чем заканчивается эксплуатация? А тем, что выталкиваются ненужные, лишние, в кавычках, люди. И что их ждет? Их ждет смерть. То есть, вот получается такая ситуация. Вот, я должен сказать, еще, недавно смотрел репортаж про Финляндию, некоторые скажут, что эта ситуация только для России. Скажем. Нет. Эта ситуация свойственна для любой капиталистической страны. Просто действуют факторы, которые могут смягчать это, ну, скажем, в развитых странах капитала. Наверное, там и зарплата повыше, и какие-то, так сказать, социальные пособия, которые, ну, при помощи которых буржуазное государство делает попытку поддержать, скажем, жизнь. Но для меня было откровением маленький репортаж из Финляндии. Показывали один из городков, очередь, очередь многокилометровая, как мне показалось, оказывается за бесплатной, так сказать, тарелкой супа стоят. И вот корреспондент берет интервью, ему говорят, так сказать, это, значит, категория тех, кого уволили, там тоже кризис. Это, так называемый, критический возраст, предпенсионный или послепенсионный, когда невозможно устроиться на работу. То есть, в той стране, которая нас ловет, как образец благополучия, казалось, вот только попади в Финляндию, и все будет хорошо. Как тенденция, все тоже. Ну вот, есть такая писательница Вера Галактионова, у нее есть роман «Спящие от печали». Там, конечно, можно не согласиться с разными оценочными суждениями, но вот она тоже верно подхватила эту тенденцию. Там описывает город-столбцы, где было, так сказать, в советское время построен огромный завод, и как вот он сейчас, в нынешнее время, медленно умирает. Итак, какие выводы можем сделать? Ну, первое, я уже, подвел в конце, что закон народонаселения это один из этапов развертывания экономических законов капитализма. Второе, а что делать? Ну, первый вывод для рабочего класса, да очень простой. То есть вопрос не только упирается в эксплуатацию, а вообще вопрос стоит в сохранении жизни самой рабочего, членов его семьи и других рабочих. Путь один это бороться, бороться за свои права и привести за повышение заработной платы и улучшение условий труда. Методы и пути здесь известны. Один в поле не воин, это организованные коллективные действия, включая заключение коллективных договоров и так далее, и тому подобное. Второе, вывод, для авангарда рабочего класса, что из этого закона следует, что какой бы капитализм ни был, в какой стране действие вот этого закона, оно остается. И в рамках капитализма этот вопрос кардинально решить нельзя. Нельзя. Постоянно будут выталкиваться рабочие, постоянно будут опускаться все ниже и ниже, оказаться там, где бедность и лишиться жизни. Значит, и поэтому путь это строительство социализма, то есть совершение революции и строительство социалистического производства. Очень простой пример. Вот в 30-м году, напомню вам, известный исторический факт, в СССР была закрыта последняя биржа труда. Вопрос такой, а почему в социалистической экономике безработицы нет. Хотя с технической точки зрения многое сказано, ведь действует то же самое, там нет капитала, нет постоянного капитала, нет переменного, но техника же есть, производительность труда растет, причем растет в условиях экономики соответствующей сущности социализма более быстрыми темпами, чем при капитализме. Значит, соответственно, по идее, должны выталкиваться рабочие, становятся лишние, но лишние становятся, потому что система экономических законов и цель производства, основной экономический закон, она, диктует совершенно другую логику развития. Напомню, цель производства при социализме обеспечения полного благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. Поэтому путь здесь совершенно принципиально иной. Повысилось производительность труда, производство каких-то продуктов. Что нужно делать? Не выталкивать рабочих, а сокращать рабочий день. Соответственно, увеличивать свободное время, которое идет а, на участие в управлении государственным обществом, б, на свободное всестороннее развитие. И таким образом лишних людей в принципе нет. Но я повторяю это в тех условиях, когда советская экономика соответствует сущности социализма. Ну на этом я хотел бы закончить раз поговорим. Какие находятся? Вы смотрите? Да, я хочу сказать. Это мой Иван Михайлович. Несколько слов диктор капиталистов противопоставляют закону Маркса открытому закону народного населения господина Мальтуса. Вот если можно несколько слов, чтобы мы могли сравнить. вопрос насчет мальтуса пролезть на ледичность давайте по порядку есть. мальтус нет. По порядку есть вопрос есть. Самое простое скажем так неопределение так комментарий или разъяснение этого закона его идея что рабочее население растет в геометрической прогрессии а предметы потребления растут в арифметической прогрессии. То есть проще говоря нарождается народу больше чем может общество обеспечить. И в этом беда. Ну вот если сравнивать с тем законом народоселения который выявил Марс я как смог кстати объяснить то видно что у Мальца все повернут с ног на голову. То есть если у Марса объясняется с точки зрения развития экономики внутренних процессов экономических то у Мальца все наоборот. То есть там нету того той объективной основы которой можно было доказать его вот этот вывод. Он больше выполняет социальную апологетическую функцию и как бы освещает вот те процессы которые раскрыты Марсом капитале очень нельцеприятные неприятные для капитализма. Пожалуйста на такой вопрос если я правильно вас понял то чем больше уровень безработицы тем ниже рождаемость и численность населения падает. Правильно? Как тенденции есть только как тенденции Что вы объясните например отклонение от этой тенденции на Северном Кавказе при очень большом уровне безработицы тем не менее там очень высокая рождаемость и Я бы даже продолжил что не только Северный Кавказ как самый яркий а вот масса стран Африки и Азии и Америки а значит там другие факторы действуют здесь все более слаборазбит капитализм я думаю У нас одна страна Российская Федерация Значит различия территориальные есть внутри страны я думаю в том числе то есть есть различия есть странные межстранные культурные социальные ну вот я могу сказать из другой области но связанные с этим вот скажем производство вот соседи делали исследования МПРА по уровню заработной платы на совершенно одинаковых однотипных производствах по-моему General Motors в разных странах значит различия между Россией и странами Европы на автосборочных заводах один-четырем но это было несколько лет назад тогда называлась сумма 7 долларов в час ну при том курсе который был где-то порядка 32 рублей сейчас значит еще в два раза меньше там Бельгия Германия порядка 30 долларов вот и такое различие бывает чем оно объяснить хотя техника совершенно одинаковая требования технические совершенно одинаковые требования к рабочим совершенно одинаковые здесь действуют другие факторы я думаю не связаны в том числе не обязательно экономические в том числе исторические какие-то социальные Виктор Иванович я вот хотел вам задать два вопроса таких много простых ну первый вопрос связан с тем что а как формулируется все-таки вот вы рассказали нам про закон народного населения о нем нельзя ли его как-то вот сформулировать ну если не в одной параде то в двух а то вот формулировку дать экономического закона народного населения чтобы люди могли написать и запомнить в том числе не я раз второй вопрос значит вот не кажется ли вам что вы если односторонне обрисовываете процесс не берете в нем противоречия то есть если не кажется ли вам что одновременно вот там с ухудшением положения с ухудшением образования есть и другой процесс развивается квалификация работников конечно не развивается или образование рабочих для тех которые связаны с передовой техникой оно растет или не растет и вообще есть какие-то перспективы развития рабочего класса или рабочий класс деградирует и становится неспособным к взятию власти не хотите ли вы доказать своим докладам что перспективы вообще революции с развитием капитализма становятся все хуже и хуже и хуже как-то вот ненавитое вам начну тогда со второго значит я значит сказал ну видимо одним штрихом что общие законы действуют как законы тенденции действуют противодействующие факторы но это не раскрыть и наверное создалось впечатление что вот сгустил красочки и только по одной линии пошел принимается конечно конечно действует правда конечно однозначно то есть с ростом с ростом производительности труда усложнением техники однозначно и требования к рабочим повышаются во всех отношениях и это из этого следует повышение потребности известного повышения уровня жизни ну понятное дело одно дело яму копать лопату другое дело все-таки за экскаватором сидеть то есть и капитализм вынужден к этому следовать и поднимать уровень жизни то есть конечно такая тенденция есть что касается определения могу повторить как у Марса сказано что рабочее население производя накопление капитала вместе производит средства которые делают его относительно избыточным рабочим населением ну пока так еще есть вопросы есть пожалуйста вопрос например ты или фирианди а может там капитал ну пример что в столовой там очередь большая так может и капиталисты там стоят в очереди обезвелотно наверное такие есть как единичные факторы но они не не подтверждают общие закономерности как исключение могут быть не определяют кто хочет выяснить пожалуйста смертно пожалуйста вот насчет избыточного населения во-первых вспомним работу Ленина в пролетарской революции Ренгард-Калковский как Ленин вот перекликает с Малькерсом воины несмотря на все ужасы и беси что несут приносит у них большую подзыв сметать старые отжившие мало жду насчет так прямо и написано у Ленина давайте у меня дома выпить я просто не могу приносите из дома и зачитывайте они для того чтобы их читали они для того чтобы рядом с ними говорили прямо против мы будем выполнять научные требования если цитируете Ленина или другие не давайте а тот кто выступает должен цитировать указывать страницу тома и страницу я назвал работу пролетарская революция не гад назовите страницу вы видели нет в книжке как делается страница указывается работа и страница что-то я разоткнул тихо-тихо садитесь пожалуйста садитесь пожалуйста если будете все так вести вот и приходите у нас занятия университеты значит университеты я двукратный чемпион горный по паурулифтингу не забывайте выводите если будете проходите значит в университете порядок устанавливают преподаватели во всех университетах всего мира запомните чего порядок в университетах устанавливают я вам назвал работу и то и то мне назвал работу Ленина а ты призрался я вам объясняю как надо на остром плане делать только мне узнать и ты скоро там будешь иди гуляй не расстроимся до свидания так я вопрос хотел спросить Викторович а вот как вы считаете значит опыт компартии Китая по ограничению роста народонаселения в условиях вроде бы социализма как состыкуется с действием закона с одной стороны с другой стороны с преимущественным социализм я думаю вот этот введен у них закон он косвенно подтверждает что социализма там у них еще нет есть переходный период основной экономический закон и все другие системы законов пока не действуют или действуют в рамках социалистического плода так то есть рост населения это одна тема а вопрос о развитии экономики это другая тема хотя наверное все так даже те кто не является учеными обычные так сказать люди они ощущают что вот когда коляска уже начинает стоить как автомобиль и когда скажем детские вещи становятся такими дорогими или когда лекарства становятся дорогими вам объясняют что здоровье бесценно ну раз бесценно так вы не жалеете на здоровье он и не жалеет но у него денег не осталось уже на пропитании он и умер а денег он не жалел и мы видим что у нас не только закон народного населения и закон роста числа аптек видите сколько аптек на каждом шагу на каждом шагу да в чем дело это так заботится о нас или так заботится о доходах потому что там стоит бабушка говорит это 400 рублей это 700 рублей это 800 рублей и всего бабушка 9500 всего на всего а скидка вам 100 рублей и того 2700 ну вот я вернулся бы к тем вопросам которые я задал ну во первых я думаю что вопрос о законе народного населения он очень тесно связан с самим принципом исторического материализма доказать который Маркс хотел и работая над капиталом если принципиально он сформулирован уже в немецкой идеологии у Маркса Энгельса что определяющим в человеческой те истории является производство и воспроизводство непосредственной жизни и потом Энгельс в других местах писал на эту тему и в общем-то это определяется определяющим во всей человеческой истории не только в смысле воздействия на настройку не только в смысле воздействия на идеологию но определяющей во всей жизни является материальное производство и вот это пример того что материальное производство влияет на такой процесс который кажется совсем иным процессом не имеющим отношения к экономике но на самом деле почему он называется экономический закон народонаселения что движение народонаселения его траектория она определяется движением экономики что значит определяет не значит что строго следует совсем так строго прям так вот как и есть но то противоречивое влияние которое оказывает экономика отражается столь же противоречиво и на движении народонаселения вот я думаю можно так сформулировать это не противоречит тому что Марк сказал правильно? нет правильно это не противоречит и это так сказать заставляет нас понимать это не только в смысле связи с началом капитала а вообще в смысле связи с всей марксистской методологией что еще раз причем если еще истинный диалектический материализм лучше усвоено что касается исторического материализма здесь у нас полная беда то есть либо люди этого не знают либо так сказать искажают когда говорят что бытие определяет сознание бытие не определяет сознание Будьте первичны, сознание вторичны А определяющим для сознания является человека, является его воспитание и обстоятельства Человек есть продукты, обстоятельства и воспитания Сам человек может быть воспитанным, экономика его воспитывает Экономика определяет во многом движение, но не одного человека, а массы людей Почему речь идет о народонаселении? Каждый человек может индивидуально иметь траекторию Мы знаем, что представители одного класса могут входить в авангард другого класса Тот же Ленин, тот же Энгельс, тот же Маркс и так далее Декабристы, которые выступили против крепостного права Но мы сейчас говорим об общих тенденциях В целом экономика определяет крупные общественные изменения В том числе и в вопросе развития движения населения Все прекрасно понимают, что как пришел 90-й год, население стало вымирать Есть такое понятие, как крест России, которая появилась после Советского Союза Раньше у нас все время рождаемость превышала, смертность А потом вдруг ровно, вот ровно в 90-м году Рождаемость пошла вниз, а смертность пошла вниз И вот этот крест России несет И мне приходилось говорить, что наши руководители буржуазные Могли бы, если бы это было не так Сказать бы, вот пока мы тут правили У нас теперь, значит, рождаемость пошла вверх Смертность пошла вниз А что мы видим, наблюдаем Это вот, там, если это в какой-то мере и сейчас проявляется Где-то на уровне ошибки Нельзя сказать, так сказать, выросло, все-таки превышает Рождаемость смертности или нет То ли превышает, то ли не превышает Во всяком случае, в первом квартале этого года Резко повышилась смертность опять И, так сказать, выйти в белом и сказать Что вот, благодаря нашей замечательной политике у нас получилось Да какая у вас не будет замечательная политика Замечательная в кавычках Политика, которая ведет в цеприбуржуазном строе Она в итоге имеет вот это дело Да мы видим, что и такая же проблема, скажем, нехватки рабочих Вот если сейчас там замутить воду в районе Средиземного моря То, и пускай толпы туда идут, в Европу Куда они идут? И чем больше мучений они испытывают при движении В заповедную Германию и Францию Тем более дешевая будет их рабочая сила Вот, собственно И это, так сказать, вот они слезы проливают А мы же знаем, что это затеяно Для этого уничтожает одно государство, другое государство Уничтожает вообще государство, скажем, как в Ливии В котором было бесплатное образование, обучение Хотя там социализма не было Но там и не было своей экономики Там экономика была империалистическая А это, так сказать, получалось за счет отчисления от доходов Данной экономики Так что я думаю, что эта тема для всех очень интересная И хочется поблагодарить Виктора Ивановича за то, что он ее поднял И я думаю, что надо будет ее, может быть, даже в следующем году еще раз повторить Потому что следить за тем, как действует закон на родноселение И вот держать руку на пульсе было бы очень важно Потому что это вообще, ну вот то, что необходимо для того, чтобы нам правильно ориентироваться в современной российской действительности И от того, что мы добавим, что у нас вот некоторые получают большее образование рабочих От этого картина не изменится совершенно однозначно Тем более, что эти самые 25 миллионов рабочих мест, о которых говорит господин Путин Это, так сказать, какие-то россыпью рабочие места на фоне уничтожения ЗИЛ и других крупнейших предприятий И у нас есть, конечно, еще крупные предприятия и корпорации Ну вот, скажем, рассказать, какие заводы построены за время с 90-го года Что-то вот никто, вот у нас есть товарищ Виктор Георгиевич Долгов Он участвовал в строительстве в воде 10 одного завода, бутылочного стекла у нас в Ленинградской области А я вот больше не знаю никаких заводов, которые построены Может кто-нибудь знает, пусть скажет Может мы поможем в нашем... Автосборочные, да Автосборочные, да, это условные заводы Не случайно там такой символ, это что значит, что там ничего интеллектуального не будет Какой символ Форда? Гайковер Гайковер И какой результат от этой работы? Значит, от этой, так сказать, способнее не станешь, во-первых А во-вторых, вибрационная болезнь Вот прямой результат, там несколько лет, десяток лет за такой работой И вибрационные болезни, ноющие боли во всех пальцах и так далее Я видел, как на Кировском заводе некоторые специально не брали эти гайковерты И коловоротами, значит, заворачивали Только бы, чтобы это не трещало все И мы знаем, что на тракторах у женщин болезнь Отвисание внутренности Дескать, вот И это, к сожалению, явление, которое Сразу не удалишь, пока не поменяешь технику Так что, Виктор Иванович, вам большое спасибо И я думаю, что мы должны поблагодарить докладчика за интересное такое работе Объявление Следующий четверг, тема занятий Патриотизм и классовая борьба Ведет занятие доктор философских наук, профессор Огородников Олег Петрович Продолжение следует...